Но вот в Уральске 15-летняя девочка наказала отца-тирана. Житель города Оксай на протяжении 7 лет издевался над собственным ребенком. Девочка, не выдержав насилия, пожаловалась на главу семейства. Подростка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, а вот мужчину взяли под арест на 40 суток. Рассказывать о том, что происходило в семье последние несколько лет, девочка не любит. Родной отец избивал и морально унижал собственного ребенка, лишь за то, что девочка не хотела принимать его условия. Жила как в клетке, говорит подросток. Учемляла моральные, физические и душевные боли. То есть выбора свободы вообще не было. Свобода выбора не было, и жизнь казалась абсолютно уже бесцельной. Из-за него у меня несколько раз было суицид. Обратиться за помощью посоветовали одноклассники, когда случайно увидели у девочки многочисленные синяки. Школьница рассказала обо всем директору школы. Та, в свою очередь, сообщила о факте в районную прокуратуру. Мобильной группой прокуратуры Бурлинского района был произведен выезд в городе Оксай. И проведена проверка по факту избиения одним из приверженцев нетрадиционной религии, своей дочери. В отношении отца составлен административный протокол. В настоящее время он отбывает наказание 40 суток административного ареста. Подростка поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, где девочка живет уже три недели. Сейчас со школьницей занимается психолог. Отец принуждал девочку тоже носить хиджаб. Она не хотела. Сейчас у нее все хорошо, адаптация прошла безболезненно, эмоционально себя чувствует нормально. О своем поступке девочка не сожалеет. Она лишь беспокоится о шестилетнем братишке и двухгодовалой сестренке. Как бы им не пришлось повторить ее страдания, смогут ли они дать отпор родному отцу. Этот случай стал прецедентом в области служителей мечети в недоумении. В исламе, как и любой другой религии, не приветствуется насилие. Нельзя силы заставить человека верить, особенно ребенка. Каждый должен прийти к вере сам. После работы с психологом девочка успокоилась и уже хочет вернуться в семью. В отличие от отца, маму она простила. Хоть та во время избиения даже не пыталась защитить дочь. Просто она сама боялась отца. Поэтому я ее простила и хочу вернуться к ней. Так как очень сильно люблю. Не исключено, что горе отца лишат родительских прав. По закону в суде, этот вопрос будет рассматриваться только через три месяца. Асиль Русалиева, Блажер Гасов, Уральск.